Всем привет! Я поздравляю всех с началом марафона и сегодня мы обсудим самую первую тему цветы, имитация объема. Итак, я понимаю, что кто-то, услышав тему, тут же понял, что вот у него уже есть какая-то задумка, но что делать, если, услышав тему, вы подумали, господи, почему? У меня нет совершенно никаких мыслей. Если у вас не возникает какой-то идеи, то подумайте, на какую тему вам вообще хотелось порисовать. И из вот этого вот коридора, который задан изначально, нам нужно свернуть и найти оригинальное прочтение идей. Ну, или то, которое нам будет ближе и интереснее. Если бы я не делала это задание для примера, то я бы, наверное, предпочла нарисовать какие-нибудь хищные цветы. Вот, но раз уж мы обсуждаем более классический вариант, и поэтому я решила сделать такую статую с цветами, причем там будут как каменные цветы, так и живые. И я хочу сыграть на этом контрасте. Я немножечко раскидала массы, которые будут где-либо находиться. Я хочу обыграть имеющиеся сейчас у меня дреды, которые вполне по цвету подходят, потому что я видела очень много статуй, у которых, ну, на голове прямо вот такой вот цветочный горшок, прямо вот из головы, и идет, ну, как, не знаю, какая-то растительность оттуда. Я поискала, что же у меня осталось в запасах. Вот. Нашла какие-то искусственные листики, которые можно будет использовать. И вот такие вот розочки. Белые и красные. Я думаю, что их тоже можно будет как раз пустить на волосы для того, чтобы усилить вот эту имитацию клумбы. В чем же сложность изображения цветов? Нужно понимать, что это не такая простая тема, как хотелось бы. Каждый цветок имеет собственную форму, которая, например, ближе к шару или ближе к диску, и, соответственно, немножечко неправильную такую форму имеет, потому что листочки немножечко растут вверх, а у сердцевинки тоже есть свой какой-то объем. Ну и, соответственно, у роз, пионов и цветов, которые имеют такую более шарообразную форму, тоже есть форма собственная. Но! В чем сложность? Тогда, когда мы рисуем цветок, у этого цветка появляются лепесточки. И лепесточки, каждый из них тоже имеет свою отдельную абсолютно от цветка форму, но подчинен по светотени форме общей. Если вам хочется, вы можете использовать какую-либо бутафорию в этом образе, но можно обойтись, в принципе, только рисунком. Я решила дать самый простой, элементарный способ передачи именно цветочков вот этого задания, то есть какой-то декор, он будет исключительно внешний. Так, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что располагаем все объемы на груди. Я буду рисовать по грудь образ. Примерно тут у меня будут находиться живые розы, а здесь я хочу пустить драпировку, а-ля каменную, и цветы тоже сделаны из камня. Это не розы, это другие цветы получаются. И намечаю сразу же форму лепесточков, цветочков, того, как это будет выглядеть. Начинаю работать с теней. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сначала наметили примерно, где у нас будут находиться тени. Определяем, откуда у нас падает свет. И в тех местах, где у нас свет теоретически соприкасается с поверхностью, мы рисуем блики. Итак, теперь нам нужно поработать над объемом каждого листочка в отдельности. Во-первых, от вот этих вот загнутых частей падает тень, которую неплохо было бы обозначить. Во-вторых, сам листочек может как-то изгибаться и иметь совершенно самостоятельную форму. Видите, вроде как сделали буквально чуть-чуть, обозначили форму, уже насколько интереснее смотрится цветок. Здесь ситуация обратная. Раз у нас свет падает с этой стороны, то тень падает вот у нас еще и от вот этой вот части. И она больше будет в тени. Там тоже все обозначаем. А тут, наоборот, на вот этих загнутых частях позади тоже будет тень. Такие моменты применимы и к настоящим цветам. Тут у нас, смотрите, падающая тень. Еще хочу сказать, тень не обязательно будет глухой. То есть, вот видите, черный цвет, он у меня вот где-то там около стыка, на стыке двух областей. А потом уже тень прозрачная, но все-таки есть. Можете также не просто пользоваться только одним цветом, а, допустим, вносить вкрапления каких-то немонохромных цветов, например, можно... Ну, в данной ситуации это может быть бирюзовый. Если мы его слегка-слегка добавим, то у нас все заиграет немножечко другими цветами. вот, мы как будто бы добавляем такой холодный свет. Так можно оставить его либо в таком виде, либо, например, в примерах, которые я смотрела, тут присутствуют еще вот такие вот объемчики, которые заканчиваются не знаю, как, тычинками, тычинками какими-то. Вот, можно их добавить. Можно оставить так. Какие-то моменты я наношу полусухой кистью для того, чтобы не переборщить цветом. И я скорее размазываю краску, которая остается на кисточке. Не знаю, насколько вам этот совет поможет, но по-моему, так работать несколько проще. Да, все-таки с такими штучками оно смотрится интереснее. Так я делаю не только цветы, но и каменную вот эту всю одежду. Поэтому потихонечку вылепливаю складки, которые у меня будут проходить под цветами, которые будут настоящими. Ну, соответственно, здесь у меня все максимально сближено по цветам, потому что это все должно быть а-ля камень, то есть достаточно лаконично. Вот, то есть оно отличается по тону, но находится в рамках серого, черного, белого. так, что теперь нужно, теперь нужно вылепить вот эти вот складки, потом, скажем так, разложить по складочкам тень от розы, от стебелечка и листиков. Вот. Сейчас пока что работаю над тем, чтобы складки как-то смотрелись более адекватно, чтобы их можно было увести. Ну, вот, как бы, если тут вообще без проблем складки уходят в руку, то вот тут вот есть некоторые проблемы и вот тут вот думаю, что, наверное, еще сюда стоит пустить листики. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот самая ответственная часть работы это сфотографировать. Когда вы фотографируете, обычно видны все косяки и недостатки. Не ленитесь переделать и сфотографировать потом еще раз. Если понадобится еще раз. Вот. Таким образом у вас будет гораздо более лучший результат, чем если вы поленитесь и все оставите как есть. Итак, что нам нужно для хорошей фотографии? Желательно, во-первых, чтобы вас фотографировал кто-то. Можно, конечно, самостоятельно, но удобнее, когда у тебя есть лишние глаза. Особенно, когда вот образ, например, вот такой, который подразумевает закрытые глаза. Так, еще нужен лаконичный фон. В моем случае это черный фон. даже если в кадр попадет вот эта вот палка, я ее смогу отфотошопить, убрать просто-напросто и у меня будет прекрасный черный фон и фотография будет смотреться выигрышно. Далее. Освещение. Я уже говорила о том, что лучше всего или фотографировать в световой день или чтобы у вас была кольцевая лампа, например. Ну, вот в моем случае у меня есть кольцевая лампа, и я очень счастлива по этому поводу. Жду ваших работ. Я надеюсь, они у вас получатся еще интереснее, чем у меня, еще реалистичнее. Увидимся в следующих заданиях.